Кандидат в президенты Бекова от общественного объединения «Казакка» на Лары Дестурге-Жол на встрече с работницами швейной фабрики Шемкента отметила, что хочет изменить жизнь работающих женщин к лучшему. В своей предвыборной программе кандидат предлагает снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет, увеличить минимальный размер заработной платы, бороться с бытовым насилием. Эту фабрику возглавляет женщина и много лет наравне с мужчинами она выстаивает все эти трудности. Члены Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата от Народной коалиции Касымжо Марта Тукаева встретились с бизнес-сообществом, шахтерами и студенческой молодежью Караганды. Обсудили шаги по развитию национальной экономики, стимулированию частного бизнеса. Среди основных приоритетов – поддержка человека труда и повышение безопасности на производствах. Мы должны внести свой небольшой вклад, чтобы изменить Казахстан. Давайте все как один проголосуем 20 ноября. Сотрудники улытаусского штаба кандидата Мейрама Кожикен, выдвинутого Содружеством профсоюзов Аманат, намерены посетить все рабочие коллективы в области. На сегодняшний день работают уже 14 региональных штабов. Кандидат провел встречу с главами профсоюзов и обсудил темы социального партнерства и трудовых отношений, отметив, что настоящее генеральное соглашение, подписанное правительством и объединением профсоюзов и работодателей, не обеспечивает достаточную защиту интересов работников. Каракат-Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников встретилась с многодетными семьями и представителями малого и среднего бизнеса в Толгаре. Обсудили вопросы предвыборной программы, в которой кандидат уделяет большое внимание социальной поддержке населения. Также Каракат-Абден поговорила с избирателями о семейных и национальных ценностях и поддержала тех, кто трудится. Самый большой двигатель экономики – это семейный бизнес. Граждане должны надеяться не только на государство, но и зарабатывать сами. На встрече с работниками строительных компаний Нурлана Уизбаев от Общенациональной социал-демократической партии подчеркнул, что в центре его программы находится человек. Кандидат намерен создать сеть социальной поддержки, чтобы дать людям возможность подняться в более обеспеченные классы, а также сделать труд безопасным. Нурлан Уизбаев отметил, что сейчас уровень травматизма в этой сфере очень высокий. Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии АОЛ заявил, что в стране необходимо изменить государственную аграрную политику, в частности, систему субсидирования сельского хозяйства. Об этом он рассказал на встрече в селе Анар Аршалынского района. Там расположен отечественный завод по производству макарон и муки. Производители рассказали о проблеме высоких цен на зерно. Жигули Дайрабаев отметил, что перерабатывающим предприятиям необходимо создать условия для закупа сырья в любое время.